Младшая сестра Михаила Бжезина, который в очередной раз пролетел на чемпионате Европы мимо пьедестала почёта, занял только пятое место, проиграв не только двум российским фигуристам Максиму Ковтну и Сергею Ворну, с которыми объективно Бжезина и боролся, но ещё и выдавшему великолепный прокат Алексею Быченко. Ну вообще надо сказать, что места, на которых расположились спортсмены, точнее баллы, которые получили спортсмены, начиная с четвёртого, пожалуй, места, оказались, мягко говоря, не самыми высокими. Пожалуй, предыдущие два чемпионата Европы дарили нам более высокие результаты, чем мы увидели здесь в стоп-голе. Конечно, такое бывает, многие берутся за повышенную сложность, не все справляются, потом у большинства позади огромное количество турниров. Это непросто, и тем не менее, всё-таки такая статистика не может не тревожить. Впрочем, о мужчинах, если будет возможность, поговорим. Вчера уже наговорились от души, пока посмотрим за Алишкой Бжезиновой. Благо, у неё пока только одно падение. Алишкой Бжезиновой Алишкой Бжезиновой Субтитры создавал DimaTorzok 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 куда в целом из нашей страны можно приехать попроще, скажем так, и подешевле, чем в Швеции. Ну а пока смотрим, какие оценки получит Олеса Куржизинова. Сама она, в сути, не скрывает удовлетворение. Нет, до личного рекорда чуть-чуть она не дотянулась. Оценки за компоненты ей это сделать не позволили, но в целом 143,05. Это близко тоже к ее личному рекорду, и она сейчас возглавляет общий зачет, опережает и Соня Луфуэнте, и Ирена Гедованишвили, которым она проигрывала после короткой программы. Вот то, о чем я говорил. Начинаются перестановки.